В эфире День ТВ. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в студии Сергей Вячеславович Савельев, профессор. Мы с ним встретились по поводу, связанному с вот этой книгой. Я написал книгу о геополитике, о противостоянии великих держав, а Сергей Вячеславович, который книгу прочитал, сказал, что это книга про церебральный сортинг. Очень неожиданно. И мы будем обсуждать, на самом деле, только лишь используя как повод книгу, а обсуждать будем глобальные мировые процессы, эволюционные процессы, процессы, которые происходят в мозге человека. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Я заранее должен сказать, что противостояние я назвал противолежанием. От этого книжка ничуть не становится хуже. Просто это такое... люди не понимают того, что происходит. Противостояние – это когда люди активны. Но очень значительную часть времени они проводят лежа. То есть это можно, но никому... Я обычно добавил друг на друге. И друг на друге – это отдельно. Но это короткий промежуток времени. Обычно сил не хватает. Поэтому, на самом деле, противостояние или противолежание – это одно и то же. Но от этого книжка ничуть хуже не становится. Наоборот, она касается очень важного момента. Ну, во-первых, историко-политическая часть. Я не политик, я не историк. Поэтому рассуждение – дилетанта. Дело в том, что с моей точки зрения, вот эта тема, связанная со всякой пакостью, которая осуществлялась европейскими державами, в первую очередь, англосаксонским сообществом против нашей страны, она очень часто освещается очень однобоко. То есть их людоедская политика на протяжении столетий, она всё время так обходится. Почему? Да потому что, начиная с времён Ивана Грозного, куда бегут всякие сомнительные личности из России в Лондон. Но вот по этой причине люди, так сказать, особенно состоятельные, или у которых, как у нас с 90-х годов, рыльцы сильно в пушку, они стараются себе вот эти вот самые отступные поля, куда они будут бежать при случае, стараются не портить. То есть там не гадить, как они здесь это всё устраивают. Поэтому всё время обходятся всякие острые углы. Это нечестно, несправедливо, и это, самое главное, портит людям представление о Англии и англосаксонской культуре, которая на самом деле представляет собой абсолютно грабительскую, бандитскую систему, построенную исключительно на жёлтом камне. То есть на выгоде личной и выгоде иногда государственной. Государственной в том смысле, чтобы тот народ, который представляет страну, там не особенно выступал. Ну, сейчас известно, что в Англии огромное количество населения сидит на дотациях уже не первое поколение. То есть на деньгах. Таким образом покупается голосование, но эти деньги надо где-то брать, у кого-то отнимать, кого-то грабить. И корни этого всего сидят очень глубоко в временах действительно Ивана Грозного. Если кто-нибудь бы взялся копнуть так глубоко и посмотреть, а из кого состояла, например, та самая Англия, в которую определенная часть населения бежала изо всей Европы. Было бы очень интересно. Потому что это откроет понимание того, что сегодня Великобритания, или, как говорит тот же Хазин, Мелкобритания, она состоит. Поэтому здесь в книжке два как бы аспекта. Историк политический, который говорит правду, поскольку книжка даже снабжена специальными указателями, конкретными приводимыми фактами переписки, где однозначно говорится о тех или иных событиях, просто теми людьми, которые в них участвуют. То есть это исторические документы. А, как известно, историки в основном, они представляют собой, особенно сейчас, это такое высокие языки программирования. То есть они сами никуда не ходят, ничего не читают, с историческим материалом не работают, но они делают глобальное обобщение. Вот это вот словоблудие третьего порядка называется у нас историей. Ну, про министра культуры вспоминать не будем. Так вот, эта самая псевдоистория никакого отношения к реальной истории не имеет. Книжка подкупает тем, что здесь есть фактология. Те факты, которые опираются конкретно исследования. То есть всегда для историка есть факт из трех источников, значит, он быстрее всего правда. Желательно, чтобы они были независимы. Это всегда так. Даже я, когда пишу на истории фотографии, останавливаюсь только при троекратном повторении одного и того же исторического явления, изложенного разными авторами. Здесь все это есть. А затрагивается очень больной момент, что происходило у нас с нашими южными рубежами на протяжении достаточно большого промежутка, почти больше, чем столетия. Ну, это очень подробно разобрано. Но я рекомендую всем почитать, потому что читается легко. И такие как бы сюжеты завлекательные, которые все время в истории замалчиваются. То есть есть упоминание события. И все. И вроде как там непонятно, кто прав, кто виноват, кто выиграл, кто проиграл. Здесь все это раскрывается. И поэтому книжка в первом приближении, как история такая в доступном виде, изложенная с новой фактологией, с новым взглядом на это, на все. Тем более очень в тему нашей страны. Почему, говорят, мы там игнорируем как бы цивилизационные предложения, которые к нам приходят в Запад. Вот поэтому и игнорируем. Потому что они каждый раз приводили к одному и тому же. Что давайте платите за нас, или платите нам, или отдавайте свои территории, или уничтожайте то, что у вас нажито хорошего и крепкого. То есть именно поэтому и отказываемся. Здесь дается понимание того, что так было всегда, а не только в последней, вот при Путине. Вот при Путине, мол, дело у нас такая атакетная. Да и это было всегда. И неважно, как это называлась страна Российской империи, СССР или сейчас Российская Федерация, никакой разницы нет. Одно и то же. Здесь принципиальные противостояния, книжка названа правильно. Это, так сказать, внешняя оболочка. За что я ничуть не скрываю. Мне говорят, а что-то рекламирую. Я ничего не рекламирую. Просто говорю о том, что мне нравится. Я говорю так же открыто о том, что мне не нравится. Мне не нравятся современные историки, работающие на западные гранты, а гранты отражающие их парадигму. Вот это мне очень сильно не нравится, хотя таких полно. А вот здесь этого нет. Здесь есть та истина, которая изложена человеком, который работал в архивах. Это первая сторона медали. Теперь вторая. О книжке. Значит, книжка отражает еще одну историю, очень важную, с моей точки зрения. Она говорит, а будут меня ругать, когда будут говорить, цивилизационный конфликт. Нет никакого цивилизационного конфликта. Я буду говорить, религиозный конфликт. Вы не понимаете ли? Нет никакого религиозного конфликта. Абсолютно. Обратите на любую шайку бандитов. Там все есть. Там всегда интернационал. Хорошая, большая шайка разбойников, особенно международных. Это почти ООН. Ничего такого здесь нет. Здесь совсем другое. И с моей позиции книжка интересна, как демонстрация населения, столкновения населения с разными этапами прохождения церебрального сортинга. То есть одни прошли один отбор, то есть мозги отбирались для одного, другие прошли другой отбор, который мозги отбирались для другого. О чем идет речь? Что хорошо, что плохо? Все хорошо то, что работает в той территории, где происходил революционный отбор. Вот англичане, у них была там промышленная революция. У них было интенсивное развитие науки и техники, которые там через столетия, после того, как было создано английское королевское общество, дало прекрасный результат. Тот самый промышленный рывок, который мы видели в XIX веке. Отлично. И у них люди отбирались уже с определенной конструкцией мозга. То есть уже прошло пять поколений, как минимум, отбиравшихся так, как было необходимо для этого самого научного технического прогресса. То есть церебральный сортинг был в тот момент в Англии и отчасти во Франции чрезвычайно интенсивен. Он был жесток, бескомпромиссен и очень быстро. Все страны в тот момент отставали. И Германия, которая представляла собой мелкие княжества, ничтожные абсолютно. И Россия, которая медленно за счет своей территории очень эволюционировала. И только в городах были точки роста. Но вот эта разница в скорости церебрального сортинга привела к тому, что вот эти самые англичане, отчасти французы, даже, может быть, голландцы немного, они оказались в преимуществном положении. То есть у них собралось достаточно большое количество людей, у которых мозги уже устроены несколько иначе, чем у всех остальных. То есть они могли планировать очень сложные и очень многоходовые комбинации, которые пытались осуществлять на теме народное, которые не прошли до этого самого научно-технического отбора в условиях такого интенсивного прогресса. Ну, а это кто у нас? У нас это южные территории Крым, Кавказ. Какая там научно-техническая революция? Да никакой. Там позднее Средневековье, на самом-то деле, было к началу XIX века. И тогда вот эти самые ловкие ребята, которые уже смотрели на мир совершенно иначе, не из-за того, что они так воспитаны. Многие люди со всего мира ездили и воспитывались в Лондон, то же самое, как и сейчас. Помогает это? Абсолютно не помогает. Чем это помогло там арабским шейхам, которые уже в трех поколениях там воспитывались? Да ничем. Речь идет о том, когда достаточно большое количество населения прошло этот самый церебральный сортинг. Они стали использовать, пользуясь разницей в конструкциях мозга, они стали использовать в том числе и турецкие, и кавказские, и самые разные группы населения для того, чтобы решать свои личные проблемы в отношении России. Все, больше там ничего нет. Просто там-то пользовались, на этих местах исторического обитания, во времена Шмеля, там были свои законы, свои принципы. Им даже в голову не приходило, что можно пойти на такие подлые уловки, которые устраивались с ними, что их просто могут обманывать элементарно, даже платя большие деньги, снабжая оружием, подогревая специалистами, которые их обучали. Им в голову не могло прийти, что ситуация таковая, что их используют как пушечное мясо. Это вне их менталитета, сейчас скажут психологи, нет. Это вне их конструкции мозга. Она их не приемлема, она просто не учитывает такой возможности. Вот к чему это привело. Это привело к тому, что на протяжении столетия англичане, в первую очередь, они организовывали вот эти самые решения проблем, связанных с геополитикой, то есть уничтожением России, перекрывание ей потенциальные движения в сторону Индии – огромная проблема, перекрывая движение в сторону Индийского океана России, которая интенсивно расширялась. Они использовали вот эти народы. То есть вся разница заключается в том, что прошедший церебральный сортинг, бессовестный, абсолютно аморальный, абсолютно современный, скажем так, для нас сегодняшних, люди, которые представляли Англию и Францию, они прекрасно этим всем пользовались и просто обманывали бессовестно аборигенов, бесконечно решая свои проблемы. Все в желтом камне. Они как хотели зарабатывать, они как хотели решать свои чисто финансовые проблемы и чисто геополитические. Геополитические тоже для финансовых, в конце концов. Так и все. Вот эта книжка рассказывает о том, как несчастные страны, в которых не прошел церебральный сортинг нужного уровня, то есть который, соответственно, уже прошел в Англии и во Франции, оказались просто-напросто, так сказать, расходным материалом для решения этими двумя стран своих геополитических проблем. А поскольку это речь шла о России, это давнишний лакомый пирог и давнишняя ненависть голодного и нуждающегося во всем Запада, то есть Западной Европы, это, конечно, направлено было против нас. В конце концов, они добились этого результата. То есть о чем говорит книжка. То есть этот результат был достигнут вот такими методами. Но проблема отчасти виновата. Мы сами в этом. Это лишний раз говорит. Что если мы будем осуществлять, если говорить о более близких вещах, церебральный сортинг по тем принципам, которые были у нас в XIX веке, которые привели кого? К власти-то. Людей очень ограниченных. Интеллектуально неподготовленных. То есть даже при наличии знаний они ими воспользоваться не могут. Я вот все время пытаюсь объяснить, что если знание вложено в голову, в которой конструкция мозга носит архаичный характер, ну, ничего не получится. Ну, будут, да, они, увидев тяжелый микроскоп, будут забивать им гвозди. Ну, ничего не получится. Вот именно это и происходит. Поэтому церебральный сортинг современный, например, должен быть направлен на то, чтобы люди, которые у нас, собственно говоря, сейчас чем-то распоряжаются, чем-то руководят, должны проходить именно такой сортинг, а не эксгумировать архаичные представления о социальных системах. Только тогда это даст перспективе результат. Иначе через некоторое время они опять не поймут, что с нами делают. И произойдет то, что в 1917 году. Это совершенно очевидный путь. Потому что вы послушайте, что говорят наши чуткие руководители, министерство и прочее. Ну, министерство создать нанотехнологии. Дало какой-то результат? Нет. Где результат? Где нанотанки? Где нанопожарные, побеждающие в Якутии? Все. Это дождь, что ли? Мне кажется, что нет. Минцифры – это что? Министерство арифметики по-новому тоже вызывает огромные сомнения. Но уж последнее достижение – это министерство вирусов и министерство дыма. Это уже крайняк. Не знаю даже, что тут, как комментировать. Миндыма – это же вообще феерическая организация, которая будет торговать экологическими квотами на выбросы дыма. Миндыма. То есть при таком церебральном сортинге нас ждут большее потрясение, чем в 1917 году. И это вот эти красавцы, которые выступают именем этих министерств. Совершенно ясно, что даже убогая английская разведка, для поднятия духа которой, был в свое время придуман Джеймс Бонд, даже эти убогие смогут спокойно их обмануть и победить. А как вы считаете, что происходит в США в контексте ваших исследований? О России вы сказали, а скажите о других великих державах. Вот в каком состоянии сейчас находится США? Почему спрашиваю? Потому что чисто визуально происходит какая-то небывальщина. Да нет, это нормально все. Еще несколько лет назад, когда меня спрашивали, что будет происходить в США, я спокойно и четко говорил, что там будут революционные изменения, что там произойдет страшный церебральный сортинг, если так научно говорить. Состоящий в том, что сначала, конечно, это с моей точки зрения, это субъективная оценка человека, который не занимается ни политикой, ни экономикой, ни политологией, ни по общим, не относящийся ни к одному из разделов этих олухов, политологи, психологи и прочее. Я этим не занимаюсь. С точки зрения эволюционной происходит очень простая вещь. Кормушка схлопывается. Это совершенно ясно. Вот достаточно посмотреть церебральный сорт стенков в Афганистане, который сейчас происходит. Вот пример, связанный с США. Оттуда убегают американцы. Что происходит? Там многолетние американцы отбирали людей. Кого они отбирали? Людей, которые первые готовы им служить, которые, значит, могут работать с переводчиками, которые готовы за деньги работать против своей страны. У нас таких, кстати, и полно. Значит, дальше. Они их отбирали. Шел церебральный сортинг. Хороший? Да, хороший. Потому что те афганцы, которые на это шли, они просто хотели лучше жить. Жить лучше можно при большом количестве денег. Американцы им платили. То есть они работали на них за деньги. И этот сортинг произошел. Они отобрали самых вертких, самых ловких, хорошо обучаемых языкам, очень удобных и полезных афганцев для себя. Да? Да, конечно. То есть они устроили церебральный сортинг. Натуральный. Все. Но если вы осуществляете церебральный сортинг не на всей территории, то вы неизбежно столкнетесь с тем, что старые группы, которых около 90%, если они получат власть, они уничтожат эти 10% предварительно отобранных. Тем более, если нет заинтересованности в их использовании. Церебральный сортинг, который происходит на одной территории в одной стране, он осуществляется в пользу богатых людей. Инженеров выращивают для того, чтобы больше зарабатывать. Молекулярных биологов выращивают и поддерживают для того, чтобы больше на них зарабатывать. Биохимиков и так далее. А вот если вы внутри страны организуете систему церебрального сортинга, то вам надо всех отобранных или увозить с собой, что вы сейчас видите, как они падают с самолетов, цепляясь от отчаяния за них. Или они будут уничтожены, потому что 90% населения это церебральный сортинг не прошло, и оно считает их врагу, неважно, как они там называются, конформисты, приспособленцы, предатели Родины. Ну, конечно, предатели Родины, а у нас после Второй мировой войны с предателями иначе поступали. Что-то я не помню, чтобы их как-то так особенно полицаев гуманистически к ним относились. Нет. И с этим будет точно так же. То есть церебральный сортинг, осуществленный неестественным способом, а это неестественно, американцы привнесли, то он заканчивается всегда поножовщиной. Это известно, и они точно всех вырежут, кто им не понравится. Старая система, если церебральный сортинг происходит не внутри неё, а снаружи привнесённой, это всегда заканчивается душугубством. Теперь с самими Соединёнными Штатами. Там две проблемы, на самом деле, об этом никто не любит говорить, но с эволюционной точки зрения они достаточно невинные. Там они давным-давно пытались после отмены рабства избавить территорию США от цветного населения. Вспомните знаменитую историю с покупкой и построением страны. Либерия. Либерия, конечно. Это старая песня, куда они хотели в эту Либерию, в идеальное сельское хозяйство, в идеальный климат, привычную территорию отселить ставших ненужными рабов из США. Почему-то об этом никто не вспоминает. Ну, мы вспомним. Но никто не вспоминает ещё по одному, чем это закончилось. Да, я знаю, чем. Кому интересно, тот может познакомиться с этой завлекательной историей. Там много было забавненького. Ну, вот. То есть была такая попытка. Это попытка, поскольку невозможно оторвать человека от источника колбасы. Закончилось, как всегда, ничем. Особенно, если колбаса бесплатная. То есть это известный феномен. Ну, знаете, что, как после краха Советского Союза, больше всего ездили в метро и дискуссакутировали, и скандировали, значит, там, за компартию, за старую, за КПСС, и кричали лозунги, такую банду Ельцина под суд. Помню. Помните. Я однажды просто сказал, ну, кто ж её обдует-то? Просто громко достаточно. В метро стало тихо. Ну, что невозможно. А кто орал и ездил? 90% – это дворники при райкомах, старушки, их дети, значит, которые кормились объедками со стола циковских и райкомовских начальников. На самом деле, вот кто был основной базой. Потому что они жили, то есть завидуемо лучше. Вот здесь точно такая же. Вот в США ситуация такая, если говорить про США. Там церебральный сортинг давно пытались осуществить. Не то, что там, так сказать, борьба расовая была, а там методично, на государственном уровне. Фильм без чернокожего нельзя выпускать очень давно. Теперь уже без пидоров или лесбиянок нельзя выпускать фильмы. Скоро, значит, наверное, педофилов будут пропагандировать и прочее всё. Не в этом дело. Ну, это как бы либеральная система ценностей, навязанная финансистами, потому что так удобнее деньги зарабатывать. Ну, это понятно. Но чем больше в обществе противоречий, тем проще это общество грабить. Теперь, что происходит сейчас? Сейчас церебральный сортинг. Я ещё два или три года назад неоднократно об этом говорил, что сейчас будут стимулировать, и это будут делать демократы. Это было понятно ещё в начале прихода Трампа к власти. Будут стимулировать национальное меньшинство и всякие сомнительные организации, так сказать, по половому признаку. Что и произошло. То есть ставки были сделаны на чернокожих американцев, выходцев из Африки. Их организовали, их возили по штатам перед выборами в прошлом году, когда Байден пришёл к власти. Их возили по штатам, создали им инфраструктуру, им давали довольно много денег и прочая, прочая. Цель, ну, понятно, что сначала добиться голосов, но ситуация-то на самом деле намного более, скажем так, в церебральном сортинге продвинута. И как только они структуризировались, тут же возникло чего? Возникло желание получить больше. Вот сейчас им там всякие гранты и прочее дают больше и больше. Но это продолжаться долго не может, потому что в США достаточно плохая экономическая ситуация. И я думаю, что к концу года, ну, даже не экономисту ясно, что там инфляция будет больше 20%. Уже сейчас там проблемы с бензином и с автомобилями. То есть то, что в Америке было немыслимо с едой, вот с этим проблема. Естественно, это будет стимулировать то, что вот эти уже организованные этнические группы, которые демократы сами организовали, сами создали им инфраструктуру, они будут продолжать грабить то, что нажито непосильным трудом всей Америкой. Но дальше последствия вы понимаете. Их всего 15% населения. Вы также прекрасно понимаете, что белые американцы прекрасно вооружены и регулярно ездят на стрельбище. Они, в отличие от африканцев, стрелять умеют, и стреляют хорошо. То есть в лучшем случае это такая крупная этносоциальная бойня, а-ля революция. Причем неизвестно, как поведут себя каждый из штатов в такой ситуации, потому что каждый подумает, что он как Украина сможет процвести, ну, действительно, с экономикой Украины, почти как в Германии. А сейчас это уже похоже на Мальту. То есть понятное дело. Ну, не на оно, что вы хотите от страны, которая взяла в качестве герба шильдик от Мазерати, но о чем тут очень странно. Но другого-то ждать не приходится, надо же головой думать. Таким образом, что происходит на самом деле? Многие штаты попробуют также отделиться. Это раз. То есть раздел может произойти. Все зависит от масштабов конфликта. Если конфликт будет очень большой, то это может... Революции как таковой не будет. Вот пока там вооруженные африканцы, которые теперь уже ничего не боятся, поскольку полицейские исключены из контроля за ними, они просто во время Дня независимости перестреляли сотни человек. Но пока они решают проблемы внутри себя. Но как только станут проблемы с едой, они будут. С едой будут не только у них. С едой будут и в наших чудесных прибалтийских республиках. Такие же точные истории будут в Южной Европе, бывшие социалистические страны. Дотации в этом году уже не поступают. И начнется тот самый церебральный сортинг, который может принять очень неприятные масштабы. Не индивидуальную такую ликвидацию, а массовую, где уже там никто не будет смотреть, кто умнее, кто глупее. То есть уровни революции. Это очень плохо, но кончится быстрее всего еще хуже. Потому что все-таки население, скажем так, белого, да хорошо вооруженного и тренированного в США больше. И этот конфликт перерастет в лучшем случае, так сказать, в массовое побоище. В худшем случае начнутся новые миграции, в том числе и в нашу, не к ночи упомянутую, Либерию. Но, которая покажется райским садом по сравнению с тем, что будет в США. Но это будет не быстро, конечно, потому что сейчас раздача денег, она давала результаты, но сейчас результатов уже не дают. Сами американцы недовольны, поскольку в чем дело-то? Дело очень простое. Впервые за всю историю США дотации на домохозяйство превысили их налоги и страховки. А это значит, что конец этой всей истории не за горами. То есть экономическая сторона товара такова, что государству нужно давать на твой дом, имеете там жену, детей и прочее, прочее, собаку, машину. Вам государство дает денег больше, чем вам надо заплатить по страховке и по налогам. Это что значит? Это значит, что экономика несостоятельная. Мультипликатор не работает. Мультипликатор в США это всегда чудовищно по сравнению с нами. То есть это сколько враженный рубль вторично может запустить в оборот денег и событий, скажем так. Это мультипликатор в США около двух. Это крах, это уровень Ирака там, я не знаю, или Советского Союза перед самым распадом. То есть когда это все не работает. Поэтому с точки зрения церебрального сортинга, когда кончается еда, начинается самый похабный дарвинизм. То есть эту еду начинают друг у друга отнимать. И тут уже дело не до размножения и до доминантности, а начнется то, что сейчас происходит во многих штатах, где уже эти события идут. Вот в США перспектива такая. И я даже не знаю, чем делать. Потому что механизм церебрального сортинга, который у них запущен благодаря, да и Трампу, и Демократу, там единая на самом деле система, она не суть. Просто Трамп пытался остановить этот ужас. А эти его только ускоряют. То есть на самом деле они сейчас делают точно то, что обещал Трамп. Слово в слово. Они же отказались от всего. Но уже обратно церебральный сортинг не развернешь. Афроамериканцы структурированы, и они не успокоятся. Их придется успокаивать. И те методы, которые будут использованы, к сожалению, далеки от гуманизма. Еще об одной стране поговорим, и этим мы завершим наш эфир. Это Китай, его будущее. Ну, Китай... Я думаю, что сейчас китайцы все жертвуют закопанные в огороде золотые монеты. На что? На постройку памятника размером чуть ниже, вот настолько ниже, чем Мао Цзэдун. Науму председателю Си, который скоро пойдет на третий срок. А на третий срок он пойдет обязательно. Почему? Потому что Тайвань, как известно, войдет в состав Китая. Вот ему отольют китайцы на пожертвование из чистого злата памятник. И будут правы, потому что он объединит прекрасный технологичный аппендицит к Китаю. Правда, там много чего уже не будет. Потому что наш добрый коллега Байден выделил 50 миллиардов зелененьких бумажек на то, чтобы построить такие же заводы, как на Тайване, только на территории США и начинать выпускать те самые микропроцессоры, которые до зарезу нужны военной промышленности США, которые до этого делались на Тайване. А на Тайване оттуда можно взять специалистов, заодно можно и линии подразрушить. Чем, собственно говоря, это и происходит? Посмотрите, на Тайване куда делись демонстрации? Куда делись эти пацифисты и гуманисты, которые толпами бегали зонтиками и бросались на полиции? Это было в Гонконге. Ой, или в Гонконге. В Гонконге, обращаю внимание, тоже ничего не происходит. Куда это все делось? Это все исчезло как по мгновению волшебной палочки. Достаточно было из Вашингтона перестать это финансировать, договорившись с товарищем Си. И дальше все будет понятно. Си очень трудно договариваться, потому что, к сожалению, восточный менталитет очень сложный. И если вот для вас или для меня мы там договорились о чем-то, и мы как-то будем переживать. Вот мы договорились встретиться, пообсуждать книжку «Противостояние». И как-то, если что-то не складывается, ты переживать начинаешь. А это европейский менталитет, и, скажем так, евроазиатский будем считать, что мы это. Не совсем европейцы. А в китайском менталитете любой договор это только повод обмануть. То есть, если ты не сможешь заставить потом китайского коллега, силой выполнять данные им обязательства, то он их выполнять никогда не будет. То есть, он выполняет только в одном случае реального принуждения. То есть, иначе говоря, если бросить шуточки в стороны, а, так сказать, посмотреть, что из этого выходит, очень трудно договариваться. Потому что там другое представление о договору пригод. Договор – это способ заработать. Или как еще у них есть. Это кризис, это ужас-ужас, да? Два иероглифа. Один иероглиф – ужас-ужас, это что, очень плохо, все, катастрофа. А второе – это возможность очень хорошо заработать. И в этом отношении Китай, я думаю, будет благодаря щедрому подарку в виде Тайваня. Я думаю, хорошему подарку в виде снижения против антикитайской агрессии в том же Гонконге. Я думаю, он на некоторое время выйдет из амбиции, из международных вот этих аттракционов. Почему? Потому что внутренние проблемы Китай чудовищные. Нельзя 25% экономики на 25% датировать из государства. Они уже не выдерживают этого. Поэтому я думаю, что они займутся внутренними проблемами в обмен на такие щедрые презенты. Если бы мне подарили Тайвань, я бы тоже бы никогда не обсуждал серебральный сортинг. Если говорить все-таки о будущем в течение 20 лет, 30 лет, Китая. А, если говорить о будущем, то это, конечно, ликвидация МВФ как система единой. Это, конечно, разбивание на небольшие зоны экономические, с которыми можно справиться. Китай там, Индокитай, Южная, Австралия быстрее всего. Мы, я думаю, к нам, много кто войдет, бывшие страны СНГ, даже об этом разговаривать не стоит. Там вопрос Германии, Японии, кто из них нам покажется ближе и поведет себя попорядочнее. Про Турцию я тоже не говорю, включая Босфора, Дарданелла. Ну, что там может Тардаган по 40-процентной инфляции? Ну, смешно обсуждать. И с рынками в Европе, которые ему перекрываются прямо вот на глазах каждый день. Поэтому американцы своим континентом, благодаря что-нибудь непотопляемым авианосцам, они там присоединятся к себе тоже, то есть будет распад на финансовые зоны какие-то. Ну, то есть протекционистские такие территории, таможенных союзов, что-то вроде того, да? Да, Байден, в общем, предложил, что давайте вот так все разделим. Что он встречался-то? Он, в общем, дал согласие на это. Ну, оставим там парочку дурацких проблем, ну, типа там Министерство дыма, будем экологию, там, это будет мол, деобщественное. Хотя это, естественно, ахинея полнейшая, ну, пусть будет общественным, потому что один там норвежский, скандинавский вулкан выбрасывает больше, чем все машины вместе взятые за 10 лет. И вот с этой чушью пожалуйста, там можете возиться, как хотите, обсуждать, ООН там какой-нибудь будет, еще что-то. Но это никакого отношения к реальности не имеет. Но в перспективе выиграет тот, кто будет вести церебральный сортинг. Потому что вот эта ваша книжка «Противостояние» как раз показывает те возможности, которые дают страны, прошедшие осмысленный церебральный сортинг, более интенсивные, чем те, которые его не прошли. Ну что же, на этой ноте мы эфир завершаем. Это было мнение, оценочное осуждение Сергея Вячеславовича Савельева, профессора. Я ведущий, Деонис Каптарь. До новых встреч.